Вы знаете, можно тоже как угодно к нему относиться, ведь все изначально в первой его итерации президентской говорили, что он бизнесмен в основном, и он мало чего в этом понимает в политике, ошибок может наделать. Ну, во-первых, я вам могу сказать, его поведение в момент покушения на его жизнь, я не знаю, но на меня произвело это впечатление. Он мужественный человек оказался. И дело не только в поднятой руке и в призыве бороться за их общие идеалы, дело не только в этом. Хотя это, конечно, на драйве, на таком, все как бы, человек проявляет себя в условиях, в экстраординарных условиях. Вот здесь человек проявляет себя, и он себя проявил, на мой взгляд, очень правильным образом, мужественно, как мужчина. Что касается политики, вот в первой итерации, не знаю, он услышит, но я скажу, пожалуй, здесь, говорю искренне, абсолютно, но у меня такое впечатление, что его затраили со всех сторон, не давали ему пошевелиться. Он боялся шаг сделать, влево, вправо, лишнее слово сказать. Я не знаю, что сейчас будет происходить, понятия не имею. Но для него это все-таки последний срок, ну, что он будет делать, это его вопросы. Но то, что говорилось публично до сих пор, в основном, я не хочу сейчас комментировать то, что было сказано в ходе избирательной борьбы, и я думаю, что сказано сознательно в борьбе за голоса избирателей, но неважно. То, что было сказано по стремлению восстановить отношения с Россией, способствовать завершению украинского кризиса, мне, на мой взгляд, кажется, это заслуживает внимания, как минимум. И я, пользуясь случаем, хочу поздравить его с избранием на пост президента Соединенных Штатов Америки. Я уже говорил, что мы будем работать с любым главой государства, которому окажет доверие американский народ.